Пикап Toyota Tundra нынешней генерации выпускался почти полтора десятилетия, но продолжал собирать приличную кассу. Скажем, в прошлом году американцы закупили больше 120 тысяч таких машин. Вот только Toyota хочется большего, ведь главные конкуренты отгружают клиентам по полмиллиона грузопассажирских рамников. В новом поколении японцы решили отказаться от простых рабочих версий, так что для заказа доступны лишь четырехдверные кабины. Стандартная Double Cup и увеличенная CrewMax. К слову, у топовых комплектаций кабинный модуль ради пущего комфорта пассажиров покоится на гидравлических опорах. Другое любопытное решение — грузовой отсек, выполненный из композита, но усиленный алюминиевыми вставками. Под платформу и кабину подведена полностью новая рама, что отличается повышенной прочностью. Все лонжероны теперь имеют строго коробчатое сечение, а поперечины вдвое нарастили толщину. Кодовая часть также подверглась усилению. По кругу отныне установлены двухтрубные амортизаторы, а за доплату стали доступны адаптивная подвеска или пневмобаллоны сзади. Любопытно, что рессоры заднего неразрезного моста уступили место пружинам, но грузоподъемность не только не снизилась, а стала на 10% больше. Дабы удовлетворить максимальное количество клиентов, Toyota сразу подготовили заниженную версию модели, а также пару внедорожных вариаций. Скажем, исполнение TRD PRO предлагает увеличенный дорожный просвет, усиленный передний стабилизатор, дополнительную защиту днища, плюс крутейшие с выносными резервуарами амортизаторы FOX. Вполне ожидаемо, что пикап лишился классической атмосферной восьмерки, примерив бензиновый битурбомотор V6 от свежего лэнд-крузера. Место шестиступенчатого автомата заняла 10-диапазонная коробка, но основной привод остался задним, а жестко подключаемый передок требует доплаты. Что еще? Кроме чистой бензиновой машины, рынку также выдадут гибридную, где между битурбомотором и автоматом встроен электрический двигатель. И еще одна новость, посвященная грузопассажирской технике. Калифорнийский стартап Rivan первым среди заокеанских марок начал серийный выпуск электрических пикапов, таким образом опередив Tesla, Ford и General Motors. Напомним, что для выпуска автомобилей Rivan выкупил бывший американский завод компании Mitsubishi, заполучив производственную площадку полного цикла. Помимо пикапов здесь будут также выпускать родственные внедорожники. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин